Сегодня мы перейдем к изучению третьего из четырех разделов курса «Истории церкви». Я разделяю истории церкви на три периода. История древнего периода, история средневекового периода и история современного периода. И я проявляю больше интерес к древнему и средневековому периоду, чем к современному периоду. Средневековый период типично характеризуется объединением церкви и государства. Вы можете вспомнить, что при своем возникновении христианство представляло небольшую субкультуру. Некоторые представители еврейской власти недолюбливали мессианское движение. Так же, как и римские власти не очень-то его любили. Если мы проанализируем мессианское движение первых ста лет, за которые прокатилось десять основных гонений против верующих, «Когда в 313 году нашей эры, после принятия Константином христианства, будет издан Миланский эдикт, и с этого времени преследования христиан прекратятся». Поначалу у церкви возникли проблемы с гонениями. Если вы посмотрите на Средневековье, когда церковь не подвергалась гонениям, но у церкви возникли проблемы с властью. И прежде чем приступить к изучению Средневековья, в контексте чего мы посмотрим на Святую Римскую Церковь, Римскую Католическую Церковь, прежде нашего критического изучения этого периода, хочу сказать, что я не имею ничего против Рима Католической Церкви. Я буду говорить об истории, оказавшей влияние на Римскую Церковь. и я буду немного критичен. И хочу, чтобы вы знали, что в своем сердце я не против Рима Католической Церкви, хотя я не католик, и я не зол на них. Давайте начнем с 11 главы 3 Книги Царств. Иногда, когда люди приобретают власть, тогда все портится. Это может произойти с молодым человеком. Он становится полицейским. Ему дают немного власти, что может повлиять на его мозги. Кстати, в Америке больше всего разводов наблюдается среди семей полицейских, чем у обычных людей. Уровень случаев суицида среди полицейских выше, чем среди обычного населения. И это интересно, потому что власть обладания чем-то может погубить человека. Иногда это оказывает очень опасное влияние. В средние века Священству Церкви принадлежала большая доля власти. Я объясню, как Церковь получила так много общественной власти. Но вначале хочу объяснить, почему я не злюсь на римокатолическую Церковь. Причина в том, что когда люди получают много власти, то это может повлиять на образ их мышления. Я думаю, что власть негативно повлияла на людей в Церкви. Но я вижу, что власть так же плохо повлияла и на евреев. Давайте вспомним Соломона. Соломон не имеет прямого отношения к среди вековью. Но Соломон очень хорошо начинал. Он унаследовал царство от своего отца Давида. Он сказал, «Боже, даруй мне мудрость, чтобы я мог хорошо править». Его сердце было в правильном состоянии. Бог дает ему мудрость. Но как только он стал царем, это оказывает разрушающее воздействие на него. Он разрушает себя и разоряет столичный город Иерусалим. Поэтому проблема не в католиках. Проблема в том, что есть что-то в человеческой природе, когда власть может разрушить людей. Иногда я вижу что-то подобное среди полицейских. Иногда среди служителей. Вы знаете, что все уважают пасторя. «О, пастор! Мой пастор!» И пастор может почувствовать свою важность так, что он может потерять голову. Вопрос в том, сможет ли он жить в смирении. «Я видел, как власть разрушала браки». Встречается парень и девушка. Затем они женятся. И он изменяется немного. «Я мужчина в доме. Ты женщина». И он начинает оказывать небольшое давление. Знайте, что иногда сила может принести людям неприятности. Люди не научились пользоваться властью. И в средние века церковь плохо справлялась с властью. Религиозные институты стали жестокими. Гнев, ярость и ненависть к тем, кто не соглашается. В позднем средневековье была инквизиция. Люди у власти пытали и убивали не соглашавшихся. Это вышедшая из-под контроля власть. Кстати, у власти был один Папа. Который был зол на своего предшественника. Уже мертвого к тому времени. Он был в гробу. И что сделал новый Папа? Он достал его из гроба. Одел в папские одежды. И провел суд над ним. Они посадили труп в зале суда. И осудили его. Тот Папа забрал своего предшественника из гроба просто для того, чтобы осудить и сжечь его на костре. За что ты сжег этого человека? Откуда весь этот гнев? В истории средних веков было много таких странных инцидентов. И как я сказал, проблема не в католической церкви. Но проблема состоит в природе самой власти. Когда я смотрю на Соломона, как говорит Библия, мудрейшего человека на земле. И когда мудрейший человек отравился своей властью, он вел себя как полный идиот. Третье царство, одиннадцатая глава, первый стих. И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин. Кроме дочери фараоновой, Моавитянок, Аманитянок, Идуминянок, Сидонянок и Хитиянок. Из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым, «Не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам». К ним прилепился Соломон любовью. Что он говорит дальше о нем? «И было у него семьсот жен и триста наложниц, тысяча женщин. Как вы думаете, этот человек потерял контроль? И развратили жены его, сердце его? Этот человек использовал свою власть, чтобы получить то, что он хотел. Соломон подходил к девушке и говорил, «Эй, привет! Как там твои дела? Ты такая милашка. Может, дашь мне свой номер телефона?» У этого парня уже было восемьсот пятьдесят жен. «Как вы думаете, ей понравится стать восемьсот пятьдесят первой женой?» «Наверное, у этого человека была очень большая кровать». «Со сколькими женщинами он мог переспать?» «Как вы думаете, он потерял самообладание?» «Не только его половое влечение вышло из-под контроля». «Все эти женщины». «И каждая из них теперь царица». «Семьсот цариц». «Некоторые из них уже были принцессами дочерей царей Египта, Моава и других стран. У каждой из них были свои запросы. Они хотели одеваться как царицы. Они хотели дома цариц. «Как вы думаете, сколько много денег нужно, чтобы содержать тысячу женщин?» «Как вы думаете, кто платил за все это?» «Кто платил?» «Простые люди». «Они платили налоги». «Их отчисления шли на то, чтобы содержать царя, который потерял всякий контроль над собой». «Люди начали ненавидеть Соломона». «Те мужчины, которые не могли уплатить большие налоги», «должны были работать на царя в течение двух месяцев каждый год без какой-либо оплаты». «Когда в это время они могли работать на своих полях». «Но их принуждали работать на этого царя, вышедшего из-под всякого контроля». «Его половое влечение вышло из-под контроля». «Его желание приобретать вещи вышло из-под контроля». Если вы посмотрите на книгу «Экклезиаста», там сказано, что он получал все, что хотел, все, что видели его глаза. «Женщин, здания». «Все, что захотел, мог приобрести». «И в процессе он сам себя разрушил». «И принес нечестие поклонению Егове». В 4 стихе «Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам». «И сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его». «И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому». «И Милхому, мерзости Аммонитской». «Соломон прекратил поклонение Богу Израиля». «И начал поклоняться языческим богам». «Милхам, который упоминается здесь». «Бог, которому приносили в жертву сыновей». «Люди убивали своих сыновей и приносили их в жертву Милхаму». «Божество Сидонское». «Может, вы помните Иезавель, Сидонская принцесса». В 6 стихе «И сделал Соломон неугодное пред очами Господа». 7 стих «Тогда поставил Соломон капище Хамосу, мерзости Моавицкой, на горе, которая пред Иерусалимом, и Молоху, мерзости Аммонитской». «Так сделал Он для всех своих чужестранных жен, которые кодили и приносили жертвы своим богам». «Когда Соломон пришел к власти, его отец Давид оставил ему состояние. Деньги были предназначены для строительства святилища для Иеговы. И Соломон построил этот величественный храм и посвятил его Богу». Позже, в своей жизни, он построит другие храмы. Кстати, совсем рядом с храмом Иеговы. Он строит храм этим языческим богам. Кстати, 300 лет спустя, прочтите 23 главу 4 царств, воцаряется Иосия. «Этот мерзостный храм существовал и в его дни». «Триста лет спустя царь Иосия разрушит этот языческий храм, возведенный Соломоном». В 13 стихе. «Осквернил царь высоты, которые пред Иерусалимом». «Направо от Масличной горы». «Кстати, здесь говорится об Оливковой горе». «Иерусалим находится на вершине горы». «Возле которой есть еще одна возвышенность». «Храмовая гора здесь». «И Оливковая гора там». И в английском варианте автор называет «Оливковую гору горой развращения». Затем читаем «Высоты устроил Соломон, царь Израилев, Астарте, мерзости Сидонской». «И Хамасу, мерзости Моавицкой». «И Милхаму, мерзости Аммонитской». «И изломал статуи». «И срубил дубравы и наполнил место их костями человеческими». «Соломон был сыном царя Давида». «Как, родившись в такой прекрасной семье, кто-то может стать таким нечестивцем?» «Я бы сказал так, что власть оказывает определенное развращенное влияние». «Власть может развратить еврейского раввина». «Власть может развратить еврейского священника». Кстати, несколько десятилетий до рождения Иисуса был один еврейский священник, которому не нравились некоторые фарисеи. «Поэтому он собрал их всех вместе с детьми и женами и распил их. А детей и жен заставил смотреть на это». «Слышали ли вы о царе Ироде?» «Знаете, как его семья пришла к власти?» «Ирод, царь времен Иисуса, не был евреем». Вот почему в Евангелии, когда мудрецы пришли и говорили, что родился царь евреев, Ирод говорит «О, и где же этот царь? Я хочу прийти и поклониться ему». И мудрецы не поверили ему. Ирод не хотел никакого еврейского царя. Он думал, что он и есть царь еврей. Ирод не происходил из еврейской семьи. Ирод был идумеянином. Идумея находилась на границе Израиля. И был первосвященник, который захотел завоевать Идумею. Поэтому он посылает армию, которая бы завоевала Идумею. Они собрали всех выживших в войне мужчин и сказали «Вот ваш выбор. Либо вы обрезываетесь и становитесь евреями, либо я убью вас». Одна семья решила обрезаться. Они не принадлежали к еврейскому народу. И одного из этих мужчин звали Антипатр, от которого пойдет династия Ирода. Поэтому существует множество примеров тому, как люди неправильно пользовались властью. Были еврейские священники, еврейские раввины, еврейские цари, даже самый лучший царь Израиля, царь Давид. Даже он был испорчен властью. Но он понял, что Бог будет его дисциплинировать. И он научился каяться, немного исправлять свои поступки. Все это я сказал к следующему. Когда мы посмотрим на Средневековье, то увидим проблемы, которые возникали у священства, у которого была власть. Но я не злюсь из-за этого на католиков. Потому что власть может разрушить многих людей во многих религиях. Говорю это до того, как приступить к изучению Средневековья. Я хочу удостовериться, что вы и те, кто будет смотреть DVD, переведенные на разные языки, поймете, что я не против католиков. Хотел бы сделать некоторое отступление. Я верю, что мы должны отождествлять себя, исходя из того, за что мы стоим, а не против чего мы выступаем. Лучше сказать, что мы помогаем миру увидеть Иисуса как еврея, благодаря тому, за что мы выступаем. За что мы? Мы за то, чтобы почитать Иисуса таким образом, как это делали в IV веке. Мы за что? Мы за то, чтобы изучать Новый Завет с еврейской точки зрения. И это приносит нам радость. Мы чувствуем, что Господь ведет нас в этом направлении. Видите, нам просто нужно сказать, за что мы? Мы не должны говорить, что все эти баптисты мертвые. Все эти католики мертвые. Кто дал нам право придираться? Лучше будьте добрыми. Просто говорите о том, чего вы придерживаетесь. И будьте настолько милостивыми, насколько возможно, так, что нас могли понять. Поэтому сейчас я хотел бы приступить к изучению Средневековья. Мы проследили, что в самом начале христианство было еврейским движением. И со временем оно стало очень нееврейским и, в конце концов, антиеврейским. Христианство заполнили люди, у которых не было еврейских корней. Они не соблюдали шаббат, тору, законы кашрута. Они были язычниками. И чтобы люди чувствовали себя комфортно в церкви, церковь пыталась благоустроить их. Потому как язычники поклонялись богине плодородия, поклонение Марии станет популярным в христианстве. Так же, как и язычники любили поклоняться греческим героям. Там был Геркулес, Марс, Афродита. Все эти греческие личности, они были объектами поклонения. И церковь начинает поклоняться святым. Святому Павлу, Святому Петру, которые стали новыми героическими личностями. Церковь пыталась весь импульс, всю энергию, которая находилась в сердцах язычников, и использовать всю эту энергию в христианском русле. Они хотели овладеть вниманием неевреев. В процессе достижения язычников, в процессе принятия язычников, церковь чрезвычайно хотела дистанционироваться от своих еврейских корней. Они не проявляли интереса в объяснении Иисуса с еврейской точки зрения. Для новых слушателей это не представляло никакой ценности. Особенно, когда римляне не смогли удержать контроль над еврейской провинцией в Риме. И римляне посылали армию в Иудею, чтобы подавить повстание. Римляне не хотели иметь ничего общего с этими евреями. Римские христиане не хотели иметь ничего общего с этими евреями. В Израиле проходили войны. Война подавила мессианское движение в Израиле. Римские войска прошлись, убивая всех по дороге. Они продавали уцелевших в войне в рабство. В Иерусалиме больше не было евреев. Город был сожжен до тла. Иерусалим был восстановлен и переименован в Аэлия Капитолина. И евреям не позволялось находиться в городе. Поэтому, если вы посмотрите на связь еврейской общины и мессианских евреев, то со временем место мессианских евреев в мире стало очень слабым. Но по мере распространения Евангелиями за пределами Израиля, и как форма христианства находит свое место в сердцах неевреев, когда все больше неевреев присоединяются к церкви, мессианские евреи теряют свое влияние. И церковь становится очень нееврейской, даже антиеврейской. Когда Константин становится императором в первой половине четвертого столетия, он начинает содействовать изданию законов, которые будут покровительствовать христианам. Язычники будут изолированы. Евреи будут изолированы. И в большей степени культура станет христианской культурой. Итак, вы князь, родом из очень богатой семьи. Вы слышите и говорите, «Послушай, император стал христианином». И что делаете вы? Вы также решаете стать христианином. Любой, кто был хоть кем-то в империи, кто хотел иметь отношение к правительству, кто хотел иметь отношение к власти. Каждый становился христианином. Должно быть, вы думаете, что в четвертом веке люди не были такими независимыми. Люди бы следовали за своими отцами, следовали за матерями, следовали за лидерами. Я знаю, что в Америке люди гордятся тем, что следуют за своим умом. Но тогда люди так не думали. Например, мужчина в Бразилии решает стать мессианским евреем. Может он поговорить об этом со своей женой. А затем поговорит со своими детьми, внуками. И он использует свое влияние, чтобы повернуть в этом направлении. Когда Константин принимает христианство, тогда христианство поглощает каждого. Все богачи и вся знать принимают христианство. Доказательством этому служит христианское искусство и архитектура. Если вы посетите город Рим в наши дни, под которым находятся тысячи километров катакомб, в которых встречались первые христиане. Также там вы увидите места их погребения. Они высекали углубление в вулканическом камне. Клали тело там, закрывали, и там был простой рисунок. Они были бедные люди, простые люди. Если вы посмотрите на места погребений 4 века, то вы увидите, что нечто изменилось. Вы увидите саркофаги христиан, на которых был гравированный мрамор и дорогие камни. Там были мавзолеи. Видно, что эти люди были христианами, которые были очень богаты и влиятельны. Евангелие проникло в высший социальный пласт. После принятия Константином христианства все пошатнулось в эту сторону. И это видно не только в архитектуре гробниц, но и в архитектуре еще живых. Даже церкви, которые были возведены, использовали слово «базилика». Слышали вы слово «базилика» раньше? Базилика святого Петра. Базилика – это было здание римского правительства. В наши дни есть городской холл или центр города. У римлян была базилика. Это было седалище власти. Там сидел правитель. И говоря о правителе, знаете ли вы, в чем разница между собором и обычной римской церковью? Чем отличается церковь от собора? Слово «собор» происходит от слова «кафедра». В наши дни Папа будет говорить «экс-кафедра», что означает «со скамейки». Если вы посмотрите, как король держится во дворе, он бы сидел, а люди стояли. Епископ восседал «кафедре». Базилика – это здание римского правительства. Церковь начала перенимать язык и стиль власти в процессе создания своего священного пространства. Церковь получала все больше и больше влияния. Язык власти и язык религии соединяются вместе. Это станет вполне очевидным в Средневековье. В начале Средних веков церковь сбросит свои еврейские одежды и рождение. Церковь не заинтересована в еврейском проявлении поклонения. Люди более заинтересованы в языке власти и языке, который использовался в языческой культуре. Церковь не хочет иметь ничего общего с иудаизмом. Церковь поняла, что она заместила евреев. Много лет назад евреи были Божьим народом. Но теперь мы – народ Бога. Посмотрите, как Бог благосклонен к нам. У нас есть власть. У нас есть сила. У нас есть влияние во всем мире. И посмотрите на евреев. Они никто. Война изрядно их потрепала. Бог просто стер их в порошок. Эти люди заслуживают этого. Они отвергли Бога. Бог отверг их. Только посмотрите, как Бог наказал этот народ. Мы – новые евреи. Наши лидеры – новые священники. Наш собор – новый храм. Наши законы – это новые правила. Мы – народ Божий. Мы пользуемся благосклонностью Бога. Вот каков образ их мышления. И если бы вы жили тогда, то, наверное, вы бы подумали, да, это таки да, неплохой довод. Елена поедет в Израиль и построит святые места по всему городу. Императорской семье нравилась христианская религия. Константин отдает все свои силы христианству. И вы бы подумали, ну да, мы – Божий народ. Латинцам нравится говорить о Триумфальной Экклезии. О Триумфальной Церкви. Они верят, что Римма-католическая Церковь станет средством Бога в завоевании мира. И если в этом дело, Церковь учила, что первые евреи были отвержены. Допустим, вы посетите христианские города в средневековой Европе. Вы увидите, что евреи, жившие в городах, содержались в местах под названием гетто. Города были спроектированы таким образом. На самом высоком месте города строили церковь. Прямо в центре города. В каждом городе церковь была бы самым высоким зданием. Это было бы самое красивое здание в каждом городе. Самые умные и лучшие шли учиться в семинарии, чтобы стать священниками и монахами. То общество очень гордилось церковью. Церковь была очень сильной. Церковь олицетворяла силу. А в другом конце города было гетто. Там жили евреи. Евреям даже не позволялось интегрироваться в средневековое общество. Они были бедными крестьянами. Их жизнь была немногим лучше, чем жизнь рабов. Часто они и были рабами. Евреев содержали в гетто. Если им приходилось оставить гетто, чтобы пойти на работу, то они должны были носить звезду, по которой можно было бы узнать, что они евреи. Когда к власти приходит Гитлер и дискриминирует евреев, заставляя их носить звезду, поселяет их за пределами города в гетто, он не придумал ничего нового. В истории церкви уже были такие прецеденты. Церковь не хотела уничтожить евреев. Она хотела, чтобы евреи постоянно находились в ничтожном состоянии. Чтобы подданные христиане видели, что становится с теми, кто не подчиняется власти церкви. И когда церковь пользовалась своей властью и влиянием, тогда возникали проблемы. Допустим, это христианская Европа. В 590 году нашей эры. Примерно в это время родился некто за пределами христианской Европы. По имени Мухаммед. Он станет основателем новой религии. Он родился в 570 году. И станет основателем новой религии, которая состоит немного из иудаизма. Немного из христианства. Но ориентирована в частности на нужды и интересы. Различных арабских народностей, которые живут на границе империи. Он смог объединить всех их вместе под знаменем религии. И в конце концов они мобилизируют свои армии. Пронесутся по Северной Африке. Пойдут в Испанию. И станут угрозой для христианской Европы. На западном фланге. Исламская армия пройдет на восток. Вплоть до Константинополя. И в то время, когда христиане наслаждаются властью народа Бога, мусульмане смеются над ними. Здесь находится святая земля. Израиль. Где церковь построила свои знаменитые святые места. Там находится церковь воскресения. Где Иисус воскрес после распятия и Своей смерти. Слышали вы раньше о церкви воскресения? Я очень часто бывал в Израиле. И я помню, как я впервые посетил церковь воскресения. Посередине церкви находится место, где, предположительно, был гроб. Сюда приезжают католики со всего мира. Так же, как и мусульмане любят посещать Мекку и Медину. Так и верные католики любят посещать Рим и Иерусалим. Очень важное место занимает церковь воскресения. Церковь похожа на пещеру. И люди ждут в очень длинных очередях. Затем они входят в пещеру. Они должны нагнуться. Затем они стоят. И там находится каменный стол. Что, предположительно, есть тем камнем, на котором воскрес Иисус. Помню, как я ждал в очереди, чтобы попасть туда. И нужно очень долго ждать. И наконец-то я попал на то место. Это самое важное место на Земле. И я думаю, вот, вот я войду в эту пещеру, где воскрес Иисус. И помню, когда я входил туда, я нагнулся и встал. И в очень маленькой комнате я посмотрел на тот камень, где лежало тело Иисуса. На том камне лежало очень много денег. Там был монах. Он спросил меня, не мог бы я дать денег, и тогда он бы помолился за любого моего родственника. Про себя я подумал, это очень неуместно. Во всяком случае, у римской церкви были священные места по всему Израилю. Они говорили, мы новые евреи, новый народ. И проблема в том, как же они объяснят то, что мусульмане захватили Святую Землю. И если они народ Божий, и Бог их защитник, как же тогда мусульмане промчались по всей Северной Африке, до Испании и Португалии на Западе, и покорили каждую христианскую церковь на своем пути, забирая всю собственность у Священной Римской империи. И как же мусульмане прошли до Константинополя? Истина состоит в том, что христианская Европа стояла на пороге поглощения очень агрессивной мусульманской религией и армией. Мусульмане отобрали у Западноевропейской церкви много территорий. И западноевропейская цивилизация могла вот-вот разрушиться под силой мусульман. Было два военных изобретения, которые помогли остановить вторжение мусульман. Чарльз Мартел остановил мусульман. Ислам проник в Испанию, где он был задержан и не смог продвинуться дальше. В частности, из одного изобретения, которое помогло европейцам остановить мусульман. Хотел бы рассказать, что это было. Если вы представите европейского солдата, который был одет в доспехи, рыцари, которые носили тяжелые доспехи, на их лошадях было такое обмундирование. Трудно даже себе представить, эти бедные рыцари еле-еле справлялись в Северной Европе. И если вы оденете все это на Ближнем Восток, то это станет проблемой. Хочу даже рассказать вам одну историю, связанную с этим. Ведь арабы носили легкую льяную одежду. Они были очень быстры с мечами. Арабы шли в бой с этими крестоносами и атаковали их. А вы здесь со всем вашим железом. И вы очень медленно перемещаетесь. Очень медленно. И арабы говорят, без проблем. Им нужна была новая стратегия. Потому что арабы очень легко могли скинуть их с лошадей. Одно изобретение помогло остановить арабов. И это посвящено моей сестре, певице песен в стиле кантри. Они придумали стремя. Знаете, что такое стремя? Они ставили ногу сюда. И что рыцари смогли делать? Они могли стабильно оставаться на лошадях. Рыцаря могли атаковать. И он оставался в седле. Он мог оставаться на лошади. И он смог остановить мусульман. Это было на западе. На востоке. Мусульмане вплотную подошли к Константинополю. И атаковали город. Христиане изобрели еще один способ, как остановить их у стены. Они придумали пушки, которые стреляли огнем. И это напугало мусульман и заставило их нервничать. И даже в современном мире существует напряженность между исламской культурой и западноевропейской христианской культурой. Это стало весьма очевидным для нас в Соединенных Штатах. Аль-Каида, 11 сентября и так дальше. Эти проблемы существовали много лет. И мусульмане отобрали, если не все, то многие христианские владения. Что принесло множество неприятностей христианам и смутило их. И церковь с большими трудностями прошла через все это. Потери в Израиле и Северной Америке. Испании. Некоторые территории, принадлежащие Греции. Это поразило римскую доктрину триумфализма. И по мере того, как церковь утеряла территории. Допустим, это Северная Африка, а это Южная Европа. Когда церковь потеряла здесь территории. Римская церковь начала действовать очень агрессивно и отсылала миссионеров на Север. После утери территории, римская церковь решила завоевывать еще больше территорий. Кстати, это содействовало распространению римской католической церкви в Южной Америке. В конце Средневековья. В 1517 году Мартин Лютер начинает протестантскую реформацию. Реформация начнется в Германии. Достигнет швейцарских кантонов. Французы также почувствуют ее влияние. Так же, как и немцы и британцы. В конечном счете, если вы посмотрите на Европу, Римокатолическая церковь утеряет контроль над всей Северной Европой. Страны, близкие к Италии, не утеряют связь с римокатолической церковью. Но северная территория отколется и станет протестантской. Поэтому, что сделает римская церковь? Помните, что это был век исследования. В 1492 году Колумб отправился на Запад. Другие исследователи шли на Запад и открывали новые земли. Поэтому, когда церковь утеряла свои северные владения, то она посвятила себя на то, чтобы сесть на корабль и отплыть в новые миры. Я участвовал в замечательном туре в этом красивом городе. Самый лучший вид города, который я когда-либо видел, это рыночная площадь, которую построили специально для приезда Папы. Погода просто замечательная. Рядом с горами. Это красивое место в вашем красивом городе. Площадь была построена, потому что Папа приехал. Никто ничего такого не построил, когда приехал я. Почему никто ничего не построил? Когда я приехал в Белоризонте, никому нет до меня дела. Я прилетел в Сан-Пауле. Мой самолет поздно вылетел с Майами. Поэтому я опоздал на самолет в Белоризонте. Для меня они не задержали рейс. Я должен был как-то добираться сюда. Они не дали мне отдельный лимузин. Я достал деньги из моего кармана. Заплатил за билеты на автобус. Никто не относился ко мне с таким почтением. И я вовсе не жалуюсь. Смысл в том, что в город приезжает Папа, и все населения готовятся к его приезду. И когда Папа еще раньше отослал людей сюда, это было реакцией на потери. Во время протестантской реформации. Во всяком случае, ослабленная церковь Омолодилась миссионерской деятельностью, проведенной в Британии и других местах. Хотел бы еще раз напомнить вам, возвратиться от 15 века к 8. Ислам захватил Северную Африку и многие владения христиан. Это очень огорчило церковь. Вы должны понять, что не только мусульмане отняли часть земель у западной цивилизации. Но и варварские племена отняли часть земель. Допустим, это Западная Европа. Куда вторглись варвары? Варвары проникли в империю с севера. И церковь будет обращать язычников. Римляне сами по себе не способны остановить варваров. Римская церковь 4 века думала, что Бог их посетил. И Римская церковь – это царство Бога на земле. Столетие началось с оптимистичным настроением. И этот оптимизм не разделялся в конце четвертого столетия. Слышали ли вы когда-либо о Святом Августине? Августин был посвящен в епископе в Гиппонии, Северной Африке. И когда Августин писал свое произведение о Граде Божьем, на общем фоне разграбления Рима, Рим пал. И позже в своей жизни Августин пишет. Из города Гиппон. И иноземные войска осадили город. Константин думал, что христианство сохранит классическую культуру. Он думал, что религия сдержит силы, поразившие империю. Как и в наши дни, вождение машины может быть очень опасным. Поэтому кто-то в машине ставит маленькую статую Марии. На удачу. Может быть, это сохранит меня на дороге. Знаете, о чем я говорю? И римский император думает, может посчастливиться, и христианство задержит варваров. И этот момент очень важен. Потому что это не помогло. Римская империя упала. Римское государство терпит крах. В период среди вековья больше не существовало сильной империи. Франки живут здесь. Германцы здесь. Итальянцы здесь. У них всех были свои цари. Больше не существует империи. Ничего более не связывает галов и испанцев. Однажды империя соединяла всех их вместе. Но Римская империя пала. И возникает государство из отдельных народностей. Содружество германских народностей и другие. Больше не существует центральной формы объединения в Европе и Испании. Больше не существует объединяющего всех их политического правительства. Но есть одна организация, которая объединяет их вместе. Которая придает чувство силы и власти тем, кто ранее находился на территории Римской империи. Была одна организация, дающая какое-то подобие братства. Организация, объединявшая всех людей. Это не римский император. Не было империи и не было императора. Эта организация называлась Рима Католической Церковью. У этой организации церкви находились повсеместно. Что давала людям вкус империи, которая однажды существовала. Но не сейчас. Римская церковь поддерживала государственную власть. После перерыва мы поговорим о Шарломейне. Римская церковь помогает Шарломейне, который построит империю в Европе. И церковь поможет ему. И он поможет церкви. И затем мы проанализируем поражение Шарломейне, ослабление империи и опустевшую Европу. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...